МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналисты информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите... Французского бульвару снова грозят реконструкции. На аппаратном совещании Геннадий Труханов дал поручение разработать эскизы будущего проекта. На улице Канатной неизвестные спилили под корень деревья. Местные жители тщетно пытаются достучаться до городской власти. В историческом центре города на улице Пушкинской жилых домов осыпаются карнизы. Одесса признана столицей рискованного строительства Украины. 76% жилых домов строится с различными нарушениями законодательства. Французский бульвар снова под угрозой. Мэрия вернулась к идее реконструкции территории, входящей в исторический ареал города. На аппаратном совещании Геннадий Труханов дал поручение разработать эскизы будущего проекта. Городское начальство накануне грядущих выборов вознамерилось начать еще одну масштабную стройку. Видимо, с таким расчетом, чтобы работа там успела получить нужная мэрия и компания. Какой-нибудь Росдорстрой. Найденные веские основания. В плане заданий, конечно, общения с общественностью, конструктивной общественностью, те, кто действительно понимают, что французский бульвар сегодня большой натяжкой может считаться французским бульваром. Подготовить примерно проект, исходя из исторических данных, подготовить это к общественным слушаниям, обсуждениям, слушаниям, обсуждениям, что предусмотрено. По мнению городского головы, французского бульвара как исторической ценности уже нет. Значит, можно делать, что захочется. И тут же, на всякий случай, наш мэр дал указание сохранить его исторический облик. А советоваться будут с какой-то конструктивной общественностью, с теми, кого городская власть считает конструктивными. Когда будут готовы эскизы проекта реконструкции, неизвестно. Обещание предоставить их на обсуждение одесситов может быть пустой формальностью. Так называемые общественные слушания у нас проводятся в маленьких помещениях, где мэрия заранее собирает своих людей. Как городская власть относится к мнению народа, видно хотя бы на примере Гагаринского плато, где вместо школы и поликлиники снова собираются строить высотные дома. Исходя из этого, сохранение французского бульвара можно поставить под сомнение. На улице Канатной неизвестные спилили деревья на придомовой территории жилого дома. Куда только не обращались жильцы в надежде, что городская власть разберется в сложившейся ситуации, но все безрезультатно. Инцидент произошел в субботу утром, когда большинство жителей дома еще спали. Неизвестные спилили деревья перед фасадом домов по адресу Слепнева 1 и Канатная 132. Сначала кроны, а потом и стволы шести здоровых деревьев с зелеными листьями. Среди них орех, клен, акация. В конце концов, деревья просто спилили под корень, а ветки вывезли с территории. Жильцы обратились в полицию и направили письмо в экологическую инспекцию, а также дважды обращались в единый центр обращения граждан с просьбой срочно принять меры. Там мэри обращались, звонили туда, куда нужно, и никакого смысла нет. Жильцы в растерянности. Им непонятно, с какой целью были вырублены деревья и что их ждет дальше. Вполне возможно, что здесь вырастет новый МАФ. Строительство же на этом участке может повредить трубы отопления. Люди просят городскую власть хотя бы помочь им восстановить зеленое насаждение. Конечно, очень плохо, потому что зеленое насаждение нам всем нужны, это наше здоровье, наша природа. Это просто кощунство, я считаю. Однако, ответы от городской власти местные жители пока не дождались. Вполне возможно, что восстанавливать зеленую зону возле дома, которая служила природным барьером от пыли и загрязненного машинами воздуха, им придется самостоятельно. Городская власть не спешит решать одну из основных проблем Одессы – аварийное состояние исторического наследия города. Фасады старых домов в центре Одессы уверенно осыпаются. Так на днях на улице Пушкинской с дома номер 28 отвалилась часть карниза, повредив припаркованный автомобиль. Просьбы жильцов оборудовать карнизы сетками, чтобы обезопасить проходящих внизу людей, коммунальные службы игнорируют. Карнизы под крышей дома 28 по улице Пушкинской, мягко говоря, в очень опасном техническом состоянии. Это катастрофа. Угроза для жизни, мимо которой ежедневно проходит бесчисленное количество людей, пробегают животные, проезжают велосипедисты. Я думаю, что это очень опасно. И на Пушкинской не один раз это было. Я-то долго живу, правильно? И хорошо вижу и понимаю. Поэтому я считаю, что власти должны обратить на это внимание особое. Мало того, что это опасно, и наши городские власти прекрасно знают состояние многих наших домов, особенно памятников архитектуры на Пушкинской в центре города. И, к сожалению, на сегодняшний день, идя по улице, нужно отходить от дома в сторону, потому что это небезопасно. Также рядом с домом паркуются автомобили. А на днях, по словам очевидцев, кусок карниза упал, отскочив от крыши балкона второго этажа и повредил припаркованный автомобиль, разбив фару и примяв капот. А это могли быть человек или животное. Городская власть должна максимально уделять этому вниманию, потому что мы теряем не только город и здание. В принципе, мы теряем людей, которые к нам приезжают, потому что это небезопасно. И нам, жителям, и тем, кто к нам приезжает. Хотя бы оборудовать карнизы сетками, чтобы обезопасить проходящих внизу людей и животных. Хотят также и сотрудники магазина и кафе, вход в который прямо под разрушенными карнизами, потому что так же, как и жители дома, они оплачивают СДПТ. Вопрос возникает практически у каждого жителя нашего города. Куда действительно уходят эти деньги? И хотелось бы, чтобы отчитались перед нами, куда действительно уходят эти деньги, а не идут на благоустройство и реставрацию нашего города. И наших зданий. Ведь жалобы от жильцов дома многократны, как службам коммунального хозяйства, так и городским властям. И, как комментируют жители в случае ЧП, претензии предъявлять потом некому. Поэтому городская власть обязательно должна взять проблему под контроль. Покупать квартиры и офисы в новых зданиях нашего города – дело ненадежное. По результатам юридического исследования компании «Монитор Эстейт» и украинского клуба недвижимости, Одесса признана столицей рискованного строительства Украины. Юристы обследовали 1167 объектов жилищного строительства в Киеве, Киевской области, Днепре, Львове, Одессе и Харькове. Проверяли наличие разрешений на строительные работы, лицензии на строительную деятельность, целевое назначение в земле, кадастровый номер, отсутствие налоговых долгов и судебных претензий. Первое место по количеству нарушений уверенно заняла Одесса. У нас проверили 161 строительный объект. Из них 76% возводятся с нарушениями. На втором месте со значительным отрывом Киев. Из 400 строек 55% незаконны. Вместо того, чтобы следить за исполнением требований закона, Одесская мэрия торопится раздать под застройку оставшиеся свободные участки. Вся инфраструктура, дороги, парковки, школы, медицинские учреждения, депутатов и чиновников не интересуют. Теперь любой гражданин Украины может получить записи с городских камер видеонаблюдения. Цена составит от 70 до 354 гривен. Такие тарифы утвердили на заседании Одесского исполкома. Купить можно будет и видео за весь день, и запись за конкретное время. Также можно получить доступ к облачному сервису, где хранится видео. Подключиться к видеоархиву без права скачать видео будет стоить около 70 гривен, а ежемесячная обонплата 554 гривны. Подключиться к сервису, где хранятся видео, будет стоить 73 гривны с обонплатой 680 гривен в месяц. Купить видео можно будет у коммунального учреждения Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы. В минувшую субботу в Литературном музее состоялась творческая встреча любителей поэзии с актером и поэтом Анатолием Индрицанином. В ходе творческой встречи автор представил гостям две новые книги «Домино» и «Зарисовки». Ну мы находимся в Литературном музее, в самом престижном зале, в золотом зале. Я всегда мечтал в этом музее, в этом зале провести свой вечер. Мне нравится вот тема золота, амуров, тема такой 19-го века, есть в моих стихах, и мне казалось, что они тут перекликаются. Я с удовольствием тут читаю. На презентации поэт рассказал о создании книги, своем поэтическом увлечении, работах в кино и участии в играх КВН. Особо подробно Анатолий Францевич рассказал о поездках во Львов, а также в Европу, в частности в Париж, который вдохновил актера на написание некоторых поэтических произведений. Актер и поэт прочитал множество стихов из книги, рассказывая о творческих поисках при их создании. Брожу по парку, прошлым очарован. Воспоминания ко мне опять пришли. Я, кажется, по-прежнему взволнован осенними легендами любви. Прекраснейшее мероприятие. Мы пришли послушать нашего друга Анатолия Францевича, которого знаем много лет. И знаем, это уже третий сборник его стихов. И с удовольствием пришли послушать презентацию этого сборника. На встрече присутствовали сотрудники музея, представители городских учебных заведений и общественных организаций, кинокритики, журналисты. Пришел на презентацию и представитель творческой группы кинокомпании «Югфильм» режиссер Игорь Козлов-Петровский. Ну, его, конечно, стих отдает, отдает таким вот веянием Серебряного века, именно тем романтизмом, которого, может быть, сейчас не хватает в наши дни. Пожелаем ему успехов в творчестве и еще долгих-долгих лет жизни. После окончания творческой встречи пришедшие гости наградили актера аплодисментами и цветами. Поэт же, в свою очередь, поблагодарил всех, кто пришел на презентацию. «Надеюсь на новую встречу с вами», – подчеркнул Анатолий Францевич. Музей «Совка», создателем которого стал одесский журналист Дмитрий Бакаев, исполнился год. В течение этого времени коллекция музея пополнялась и вызывала все больше интереса у посетителей. Но Дмитрий Бакаев не собирается останавливаться на уже собранном и мечтает об отдельном помещении для своих уникальных экспонатов. Музей артефактов советских времен, созданный журналистом Дмитрием Бакаевым, отпраздновал свой первый год существования. В одной из комнат своей квартиры коллекционер собрал и разместил вещи, предметы и уже ставшие библиографической редкостью некоторые печатные издания, наиболее точно характеризующие быт и идеологию советской эпохи. И вовсе не потому, что Хэллоуина, просто от того, что была жизнь такая Дмитрия, рассказывает иногда леденящие душу истории о жизни беглых политзаключенных в якутских поселениях, где их первоначально кормили и согревали, а затем устраивали охоту, чтобы получить пайки за отрубленные конечности. Или показывает деревянную, нарядную, по тем временам, папку, украшенную семенами сельхозкультур, выращиваемых на колхозных полях, в которой хранится приобретенный им в архиве донос на простого советского гражданина, неосторожно высказавшегося в пользу капиталистической Америки. А вообще сам Дмитрий Бакаев в эти юбилейные для музея совка дни встречает гостей в рубашке а-ля 70-е годы 20-го века, специально шитой костюмерами оперного театра, демонстрирует настоящий наган и обрез, а также высказывает беспокойство о том, что совдепия не так уж далеко, хотя временной отрезок по всем меркам должен был отделить поколение от совдеповской идеологии. Да и само собрание переживает времена конкуренции с гаджетами. К сожалению, музей совка вошел в период застой Брежневского. Я увидел, что у меня промысловская способность небольшая, и приходят люди, которые... Я приглашаю людей, которые и так знают, что это было плохо, и начинаются тут жаркие споры, ничего такого. Если приводят к собой молодых людей, то их реакция, к сожалению, вот такая. Вот этим берут этот телефон. Я уже так стараюсь, я рассказываю такие интересные вещи про чудовище-убийца-напланетянина, показываю заспиртованную. Ну что вам еще надо? Нет. Только я сейчас позиции совка. А я сейчас там то-то и то-то. Но я разработал уже свою методику работы с молодыми, как их влечь. Больше индивидуальные какие-то вещи рассказывайте. То есть я как-то со всеми научился ладиться. Если в прошлом году посетители восхищало изготовление коктейля слеза комсомолки из моющего средства вербена, лака для ногтей, а объем и барный вид напитку придавал лимонад буратино и часовое охлаждение в морозилке, бра сталинских времен со символикой столик, непманский торшер из одного из советских консульств, в Африке духи и сигареты, музыкальные инструменты, то в этом году в числе пополнения немецкая игрушка «Пупс» 1936 года изготовления, острые дефицитные тогда жвачки, меховые шапки. И это всего лишь быт без политики. В «Зеленом театре» собрали просто игрушки детские. Вот просто детские игрушки, чтобы дети пришли, посмотрели, чем игрались папы, мамы. Мама, папа, пустили слезу, посмотрели, вспомнили. Но в то же время у организаторов был страх, что придут так называемые совкофилы, которые начнут там «От было в Советском Союзе лучше, чем у вас». Но как-то обошлось без них. Единственное, так как я тоже участвовал, у меня два чемодана игрушек того времени, я тоже участвовал в этой выставке, ко мне подошла мама и сказала, «Ой, я увидела репортаж про вас мужа, у меня сын, он где-то наслушал, что Советский Союз – это хорошо. Можно его к вам привезти?» А вообще Дмитрий несколько огорчен тем, что только год спустя наконец-то одна из школьных учительниц собирается привезти свой класс на экскурсию, дабы познакомить детей с тем хорошим и плохим, что было в советскую эпоху. Чтобы донести до новых поколений, что славить тоталитарный режим – верный путь назад в кровожадно-антинародный строй. Одессит Дмитрий Илюк, многократный чемпион Украины, завоевал первое место и золотую медаль на FIA Motor Sport Games, которые проходили в Риме. FIA Motor Sport Games – соревнование в стиле Олимпийских игр. Спортсмены соревнуются в шести дисциплинах – картинг, дрифт, Формула-4, TCR, GT и кибергонки. В этом году участвовали 50 команд. Игры проходили с 1 по 3 ноября в Риме на трассе ACI Valelonga. Многократный чемпион Украины, Восточной Европы и зимнего сезона по дрифту 2018-2019 Одессит Дмитрий Илюк на соревнованиях в Риме представлял Украину в дисциплине «Дрифтинг-кап». 38-летний автогонщик сражался с 24 спортсменами. Во время гонки он обогнал чеха Михаила Райхерта, что принесло спортсмену победу. Накануне чемпион признался, что едет за победой, комментируя. «Последние три недели мы только тем и занимались, что готовили нашу машину. Сделали очень много. Также у нас очень интересное брендирование автомобиля в формате украинского флага и вышиванки на все авто». Такой патриотический дизайн многим понравился. «Приятно, что нас поддерживают, но наибольшую поддержку чувствую от своего 11-летнего сына, который приехал болеть за меня. Поэтому моя цель на этих соревнованиях – однозначно победа». Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова